Здравствуйте дорогие мои, я не хотел вам рассказывать, вернее не должен вам рассказывать по идее, но дела обстоят таким образом, что World of Warcraft Actual, актуальные последние аддоны, кажутся мне гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо успешнее, чем World of Warcraft Classic. И так как основная моя аудитория с классики, вы наверняка должны начать меня ненавидеть после этого заявления, но дело опять же обстоит таким образом, что я-то играю в классику, а в актуал в очередной раз начал пытаться играть совсем недавно. И у того, что я играю в классику и постоянно дропаю актуал, на всех просто аддонах, в которые я пробовал играть, есть только одна причина, вот одна причина, которая не дает мне спокойно поиграть в актуал, и эта причина, она красной нитью проходит через все особенности там того же BFA, в который я сейчас играл, или там Легиона, Дренора и так далее, она настолько трахает мне мозг. Я написал сценарий, в сценарии написано, что я вам не... да, телефон выключен, потому что сценарий я не читаю, но я его написал, это главное. В сценарии написано, что я вам не должен говорить, что это за причина, но я вам скажу честно сразу, это линейность. И я много раз об этом говорил на стримах, постоянно как только начинаю стримить актуал, я начинаю об этом ныть, но так как сейчас будет сценарий, сейчас нытье будет по сценарию, там списочек есть у меня, вот. Я говорю про линейность, ну, просто всего. Начнём с квестов, я дропнул БФА, когда он только вышел, я сидел, я был онлайн, он вот вышел, и я такой онлайн радостно начал качаться, там стрим, у меня зрители на стриме, я 20 минут покачался и потом говорю, не, ребят, извините, я в это говно играть чё-то не хочу. И все очень сильно угорали с того, что вот там не задрот, слабак, сломался, лох, все играют, а он ноет, ну, потому что у меня, видимо, аудитория собралась, которым был интересен именно актуал, вот. И они были абсолютно, они не хотели слушать доводы мои разумные, как мне кажется, но, естественно, мне всё время кажется, что мои доводы разумные. И каждый раз прокачка в актуале для меня настоящее мучение, хотя в классике каждый раз для меня прокачка это какое-то потрясающее приключение, которое зачастую, на самом деле, даже в классике интереснее, чем уже хай-левельный контент, но об этом мы сейчас не будем говорить, потому что мы говорим не про классику, мы говорим про актуал. В актуале вот эти вот самые линейные квесты, ты просто берёшь квесты, идёшь дальше, там у тебя будет пачка квестов, причём это будет не просто какая-то пачка квестов, там один иди налево, другой иди направо, четвёртый иди прямо, и ты там ещё пошёл, нашёл какую-нибудь могилу закопанную, щёлкнул по этой могиле, она дала тебе квест. Хотя от такого в актуале тоже, в принципе, ну, что-то такое встречается. Но нет, ты приходишь, там, как правило, три квест-гивера. Вы вообще обращались, сука, внимание хотя бы на то, что обычно там три квеста? Сначала там есть какая-то стартовая цепочка, да, окей, которая как бы основная, а потом от стартовой тебя отправляют там, не знаю, заслужить уважения там тех-то, сех-то. Сделаешь эти главы, и эти главы, они тут одна за другой, и вот одна за другой всё время пачка из трёх квестов. Ну, не всё время, я, конечно, очень сильно преувеличиваю, я понимаю, но это прям бросается в глаза, что там три квеста. И эти три квеста тебя отправляют в какую-то зону, конкретно к каким-то плохишам, которые вот сейчас тебе про них рассказывают. И ты вокруг этих плохишей там бегаешь, собираешь какую-нибудь фигню, убиваешь каких-нибудь плохишей, и, я не знаю, зажигаешь, например, их флаги. Вот у тебя эти три квеста. У меня есть зрители из... один зритель, вернее, из одной топовой гильдии, я уж не помню, из какой он точно топовой гильдии. И всё время, когда я начинаю вот за это хейтить квесты, хейтить актуал, он такой, да ты чё гонишь, ты чё вообще, нет, нифига, ну, не линейно, там есть квесты, и сям есть квесты. Ну, может быть, это так воспринимается для задрота. Может быть, так воспринимается для задрота, который очень много всего прошёл, его вот не бесит этот аспект, да, о котором я говорю. И он уже знает, что там где-нибудь стоит один какой-нибудь квестгивер, и он знает, что тут вот есть локалки, а потом тут есть локалки. И для него это такой всеобъемлющий шарик, который Blizzard заполнили, потому что Blizzard на самом деле его очень хорошо заполнили. Это же актуал, там не может быть каких-то бесполезных мобов или какой-то даже одной бесполезной зоны. У них у всех есть свои предназначения, у них у всех есть свои квесты. Но я-то, когда качаюсь об этом, не знаю. Я иду вот на вульперов, да, я делал полностью всю эту цепочку для вульперов, чтобы открыть вульперов. И ты идёшь с этой тележкой с вульперовской, ну вернее с повозочкой, и просто она едет по дорожке, ты идёшь за ней, и постоянно берёшь там, иногда может новых людей каких-нибудь мы встречаем, новых вульперов или там троллей, я уже тоже не помню кого. Ты их встречаешь, берёшь у них три квеста, делаешь эти три квеста, ты молодец, тележка едет дальше, повозочка вернее, а не тележка. Это просто пиздец, я не понимаю, как люди этого не видят, как они не видят этого отвратительного направления игрока куда-то. И в классике ведь совершенно не так. Почему нельзя, зачем Близзарда сделали так? Ну, видимо, потому что люди, играющие в классику, им кому-то было сложно. Он такой, ну, действительно, вот качались мы в классике, да, все сами вместе, когда она только вышла. У меня в чате, да, до сотни раз, наверное, в день задавался вопрос, типа, Пиптар, куда идти качаться тогда-то, всегда-то, Пиптар и сделал теквесты, что мне теперь делать. И, возможно, это как-то портило удержание аудитории Близзардов. У них есть наверняка какая-нибудь статистика по этой классике. Они такие, вот, чувак здесь качался, потом у него кысты кончились, он дропнул и вообще потом отписался от нашего World of Warcraft. Давайте сделаем, чтобы он никогда-никогда-никогда-никогда-никогда не отписывался. Но это никогда-никогда-никогда убивает, блин, вообще весь, весь смысл исследования, локации. Ты ее исследуешь, да, ты ее все открываешь, ты знакомишься со всеми квестами, со всем этим, но тебя везде, сука, посылают. Если в классике ты можешь там какого-нибудь сраного стражника встретить, который, когда ты накачал, я не знаю, 50-й уровень, отправит тебя в Ашару, условно, вот. И ты пойдешь в Ашару и вообще такой, что, куда я иду, я ничего не знаю, будешь там что-то искать, найдешь там одного квестгивера, а потом там реально в Ашаре просто, ну там и мало квестов, и какие-то квестгиверы вообще в жопе мира стоят, там хантовские есть еще, неважно, в общем, это все. И ты идешь, и оп, оптом одного, другого нашел, только ничего себе хера. А здесь, ну, 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 это же отвратительно. Еще какое-то время, ну сейчас вроде как получше стало, были, ко всему прочему, вот к этой линейности были и коридорные локации. Ну, у брецов реально локации так очень сильно укоридорились. Там, может быть, речка с одной стороны ограничивала, которую можно, в принципе, переплыть, или какие-нибудь там холмики, или какие-нибудь там полоска с мобами, с горящим лесом, и вроде как визуально это все разграничено, но по факту это такой вот коридорчик, по которому ты, блин, элементарно, тупо зигзагами двигаешься вот по этим самым линейным квестам, по линейной локации, как в сраных каких-то корейских в Тере онлайн. Я когда начал играть в Теру онлайн, я в нее играл где-то два часа, наверное, мне, по-моему, зрители задонатили, чтобы я в нее поиграл, там вот это вот, там просто кишка, а не локация, там нету совершенно никаких намеков на открытый мир, как это у Близзардов, и я в нее прохожу и думаю, блин, а это же так похоже на то, как Близзарды сейчас, ну да, это визуально чуть-чуть разная, в смысле локация там разная, визуально по-разному сделана ее кишочность этой локации, но она настолько похожа на то, что сейчас делают Близзарды, и мне это так не нравится, вот именно вот, вот это, именно по этой причине я сейчас дропаю Теру, думаю, я у себя в голове, это же, сука, то же самое, что Близзы сейчас делают, какого хера? И я все еще не понимаю, какого хера? Объясните мне, объясните, почему они это делают? Следующий пункт в моем списке линейности это линейное развитие персонажей. В актуале Близзарды стараются сделать так, чтобы у всех персонажей было плюс-минус одинаково. Если мы вводим какие-нибудь легендарные кольца, даже которые вроде как падают не всем, то они падают всем, да, кому-то может не повезет, кому-то повезет. Это, кстати, было вообще просто потрясающе. Это прям как луч солнца был, от которого у кучи людей бомбило. Вот это же самая херня, вот я, сука, не понимаю. Я начинаю рассказывать, говорю, смотрите, как здорово, у кого-то были кольца, хорошие упали, да, кому-то упало говно там, кому-то не сролилось. Та же самая сейчас штука вот с этим, с механикой карабтов в БФА, хотя я ее плохо знаю, могу какую-нибудь херню сказать, но плюс-минус. Я говорю, смотрите, как классно, рандомчик, рандомчик, и люди сразу, есть какой-то лох-неудачник в вашей гильдии, который там бедняга фармит 24 на 7, ему не упало что-нибудь, что ему надо. Есть какой-то чувак, которому в первый день он докачался, дышите, легендарное кольцо бисовое, все, класс, вот. А вот этот мой зритель, который с топовой гильдии, да и даже тут уже не он один, он говорит, Пеп, да ты че, да ты сука, Близзарды, вообще, ты понимаешь, как это, это говно какое-то там, долго приходится потом фармить, кто-то лох, кто-то не лох, чисто из-за рандома, приходится нового персонажа создавать, там этим новым персонажем что-нибудь фармить, чтобы у него нужные статы прокнули. Во-первых, большинству, 99% людей, игроков, не нуждаются в том, чтобы создавать персонажа для лучших статов, а если уж ты собрался брать топ-1 чувака в мире, то что плохого в том, что ты настолько задрот, что тебе нужно создать этого ёбаного нового персонажа. Вот если бы я был топ-1 чуваком или старался быть топ-1 чуваком в мире, да я бы 10 новых персонажей создал, я бы такой, блин, я как бы ебашер, на меня все смотрят, мои мувики все смотрят, про меня пишут новостные сайты, нихуя себе, конечно, я сейчас создам нового персонажа, если на моём мэне не прокнуло то, что мне надо, одену его, у нас будет ещё три рейда у моей гильдии, которая одевает этих новых персонажей, и это ещё будет дополнительная тема для обсуждения обычных казуалов, какие мы охуенные задроты, и ради какого-то там сраного 5% усиления, мы делаем себе этих триллярд персонажей, одеваем твинков разных, бисовые составы, сука, берём в рейд. Классно всё это звучит, разве нет? Сейчас максимально, ну, не считая механики карабтов, за это спасибо, я не знаю, что будет в Shadowlands, надеюсь, что там тоже какого-нибудь рандомчика подвезут, но Близзы прям такие стараются, ну, чтобы было честно у всех всё, потому что если не честно, люди говорят, что это не честно, начинают ныть, и что? Нельзя делать, чтобы было всё слишком честно, потому что в реальном мире всё не честно, ну, реальный мир жесток и суров, но там-то игра, World of Warcraft это игра, и даже если бы был какой-нибудь герой, вот, допустим, я играю за воина, да, я очень много играл на Актуале за воина танка, и, допустим, будет другой какой-то класс, который будет лучше, чем воин танк, так и было, если что, это отсылка к тому, как было там в лече и так далее, и у меня руки, в общем-то, кривоваты, об этом тоже будет в байках задрота, ждите, вот это вот неравенство перед ДК, особенно в лече, ДК танки, просто воины настолько у них отсасывали, я так, это было так грустно, я такой, сука, мало того, что у меня ручки так кривенькие, так ещё ДК танк просто идёт и раз-два делает там и Ауягру, и выживаемость, и я просто нихера не могу с этим сделать, да какого ж хрена? Но я это всё ещё помню, и я, кстати, не дропнул тогда воина из-за этого, я просто стал охуенным воином, но при том, что даже когда я стал, как я говорю, охуенным, я понимаю, что я всё равно был довольно криворуким чуваком, меня не всегда брали в рейды, и мне было всё равно тяжело, когда я встречал других каких-нибудь воинов, я понимал, что, скорее всего, они сосут по сравнению со мной, скорее всего, я очень-очень хорош вообще-то, и я знаю кучу дополнительных механик, я знаю там на трыше, потому что мне приходится тяжело агрить, допустим, что-нибудь, особенно в инстах, где я часто ходил, там надо было репу фармить в личе с гербовыми накидками, я прям каждого мобика знаю, там у кого чё сбивается, кто куда, скорее всего, убежит, кто не убежит, потому что он кастер и так далее, в принципе, его можно не агрить, какая разница, он будет там по уешивающему какому-нибудь варлоку стрелять, да посрать, его вылечат, главное на агрите остальных, потому что у меня не такое агро, как у ДК, хотя в личе уже с этим стало более-менее в порядке, но как бы хрен с ним. Я понимаю, что пусенькам большинство, 95% игроков, когда они видят такую несправедливость, когда они видят такое неравенство, они расстраиваются, но, во-первых, я не думаю, что если игра будет хорошей и интересной, а всё то, что я рассказываю, это, на мой взгляд, часть интересной игры, они прямо её будут дропать, может, они прокачают своего другого персонажа, может, они там научатся или будут ныть, этим нытьём, кстати, создавать дополнительное общение. Это же всё контент! Я не понимаю вообще, вот я сейчас рассказываю, у меня такое ощущение, как будто бы я какую-то, ну, дичь затираю, типа, а за мной стена белая. И, кстати, вы видели, что она белая? Она вот прям белая стена, вот, но она белая, и это она просто белая, вы представляете, она белая. Вот это то, что я сейчас говорю. Какие-то очевидные абсолютно вещи рассказываю. И тем обиднее, что эти очевидные вещи, что с ними просто многие не согласны. Не то, что там не очевидно. Нет, мне напишут в комментах наверняка, что я лох. И втираю какую-то дичь. В общем, было бы классно, если бы легендарки были легендарками. И даже не у всех классов были бы легендарки. Как там в том же БК просто хантам падал лук. Просто почему? Ну, просто потому что Солидана просто для рок-глефы. А остальным легендарки? А нет. А вот и всё. У вас был в прошлом аддоне, уже были. У некоторых. У некоторых не было и в прошлом аддоне. Идите в жопу. Вы этого недостойны. И это тоже повод для обсуждений, для того, чтобы поговорить об этом внутри гильдии, на форумах и так далее. И это всё не делает игру хуже. Это делает её чуть менее, может быть, справедливой. Но это не делает её хуже. Но вообще, я думаю, что в Shadowlands, конечно, легендарки будут опять у всех. Я так понимаю, там в башне надо будет что-то фармить в этой. И уж грейдить. Я не знаю, у нас, по-моему, возможно, появятся ещё легендарные сеты. Ну и последний пункт линейности. Это линейный сюжет. Сюжет можно в целом World of Warcraft ругать местами. Там тот же самый Дренор какой-нибудь, да? Когда начались игры с параллельными вселенными, временными аномалиями. И вообще какой-то странной херотинью. Но я не об этом говорю. Я говорю именно, опять же, про линейный сюжет. Если в классике, да или даже в том же самом БК, хотя в БК вроде как враг-легион, да, и всё понятно. Но нет, ты идёшь, ты делаешь квесты, ты изучаешь историю мира, и там вот тот вот враг. А другие чуваки вообще ничего не знают про того врага. Другие чуваки, там у них принц Каэльтас сумасшедший, захватил туда-сюда, там течение энергии, и всё плохо. А третьи чуваки, это я про Лича сейчас буду рассказывать, третьи чуваки, там, дракон, обезумевший аспект магии устроил какой-то звездос. И они тебе ни разу ничего не говорят про Короля Лича, например. Хотя вот как раз в Воттолке началась вот эта вот шляпа, которая потом уже, она прям сильно видоизменилась и стала ужасной. Но Воттолк стал прям стартом того, что ты идёшь по всей локации, сражаешься с одними мобами, с другими, с третьими, с четвёртыми, и зачастую в итоге оказывается, что все эти мобы, они как бы из-за Короля Лича здесь, и они стали плохими, делают плохие вещи из-за Короля Лича. И да, кстати говоря, вы знали, у вас враг Король Лич. Да, он у нас в трейлере был, да. В трейлере Король Лич. Вот он очень плохой. Кабаны, кабаны, вы видите этих кабанов? Ведь их надо убить. Почему? Потому что Король Лич. Да, как... Короче, в их говне, в говне кабанов надо искать ключ. Ключ, он нужен, чтобы открыть клетку, и, значит, эта клетка, в неё меня посадили сумасшедшие врайкулы, потому что... Потому что Король Лич, да. Иди в говне копайся. Кстати, там... Король Лич! Ну и это... Это логично. То есть, сюжет-то вроде как не пострадал, да. И действительно, там Король Лич имеет к этому отношение, казалось бы. И вот мы знаем, что он плохой. Но куда интереснее, когда мир более обширный. Когда есть, допустим, какие-нибудь сумасшедшие дворфы, которые сошли с ума просто из-за каких-то семейных дрязг. И вот у вас уже огромный инст с сумасшедшими дворфами, которые сошли с ума из-за семейных дрязг, как я и сказал. Хотя потом оказывается, что их там захватил Рагнарас. Но опять же, Рагнарас! Много злодеев это не то, прям, что я хочу, чтобы было много злодеев. И так много разных боссов. Хотя, опять же, в Актуале часто вот вся эта куча боссов... Блин, сейчас меня загныпят, скажут. Ты чё, лох? Ты вообще в Актуал не играл? Там один босс вообще про другое, другой про третье. Чё ты несёшь, мудак? Но мне кажется, что очень многое всё в итоге связывается вот в точку финального последнего злодея. Но я говорю не столько про злодеев. Я говорю про то, чтобы меня отправили убивать... Ладно, даже хорошо. Копаться в говне кабанов не для того, чтобы спасти кого-то, кого там из-за короли Лича заключили. Или там, допустим, сквер на кабанов уничтожает и нужно провести анализ их какашек. А чтобы цветочки удобрить, я встретил эльфийку. Она, короче, вот около дорожки стоит и плачет просто. Просто я иду вообще по своим делам там в город, я не знаю, к почтовому ящику, ещё куда-то. И там стоит эльфийка и плачет. И я такой с ней говорю, я говорю, чё такое? Она говорит, слушай, вот завяли цветочки. Не потому что их король Лич убил. Просто она говорит, цветы завяли, сука. Новый сорт привезла, короче, с соседнего континента. Он нихера не растёт у меня. Но я тут узнала, что из говна кабанов получится отличное удобрение. Не мог бы ты мне помочь? И ты такой, да без проблем, конечно. Всегда хотел в говне кабанов покопаться. И пошёл, покопался, принёс ей какашек и вот у неё цветочки растут. Ну, так себе пример, конечно, не до конца продумал. Ну и повторюсь. Абсолютно не представляю, зачем я записал этот видос, учитывая, что всё это я уже говорил на стримах. Но теперь, может, я буду сдерживаться и не говорить это на стримах. Буду отправлять вас смотреть видео. Буду такой, опять тут крик, три квест. Не, идите, идите в видео, посмотрите видео. Я не буду говорить вам про эти три квеста, ничего. Идите, смотрите моё видео. Спасибо, что посмотрели моё видео. И не забывайте, что есть бусти и патреон. Что одно и то же на патреоне есть налоги, которые вам надо платить, не мне. Если бы мне, то ладно, их вам надо платить, это плохо. И вот, собственно, бусти, да, на бусти налогов нету. Там подписывайтесь, поддерживайте мой контент. Не забывайте про то, что появился второй канал, на котором те же самые, как говорят, разговорные видео. Но тут больше про ВОВ и тут всё-таки какой-то там монтажик туда-сюда. А там нету ни монтажика, ни ВОВа. Вот, идите на второй канал, смотрите там видосы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok